Несколько километров пыли? Исаак Асимов в 59-м году до полета на Луну сказал Я представляю себе, как первый космический корабль выберет подходящее место для посадки, медленно опустится хвостом вниз и, величественно утопая, исчезнет. Он думал, что корабль утонет в пыли? В детской книжке написано На Луне нет ничего, кроме пыли. Пыль, пыль, пыль. Слой пыли. Поэтому были построены громадные посадочные подушки с широкими подножиями для равномерного распределения веса. Людям, работающим над производством рюкзаков, было сказано, чтобы они сделали пылеустойчивые рюкзаки в случае погружения в пыль. Даже спускная лестница была укорочена на 30 сантиметров. Все они ожидали, что на Луне будет много пыли, и астронавты утонут в пыли. Но когда они приземлились на Луну, они, конечно, увидели, что там было около одного сантиметра пыли. И христиане спросили эволюционистов, где вся пыль? Атеисты этого не сказали, но я думаю, что они подумали, баптисты все почистили, чтобы мы остались в дурачках. Но им не нужно помогать, они и так уже глупые. На Луне меньше сантиметра пыли. И если Земле много миллионов лет, где вся пыль? Поэтому на Луне оставили пластины собирания пыли. По появлению пыли было определено, что за 1 миллион лет собирается только около 6 сантиметров пыли. Но это все же составляет 345 метров за 4,5 миллиарда лет. И поэтому пыль на Луне – это очень важный факт. На Луне нет достаточно пыли, чтобы Луне были миллиарды лет. И я думаю, что это очень важный аргумент. В космосе летают кометы. Кометы постоянно теряют материал. Солнечный ветер и Солнце постоянно обжигают комету, и она оставляет сзади себя хвост. Но всегда терять невозможно. Скоро она исчезнет. Если вы только тратите деньги, скоро у вас не будет денег вообще. И кометы постоянно теряют материал. Поэтому продолжительность жизни комет меньше 10 тысяч лет. Но тогда возникает вопрос. Если Вселенной миллиарды лет, почему в космосе до сих пор летают кометы? На интернете появились уже 4 антихованские веб-сайта. Один человек посвятил целую веб-сайт против меня. Он говорит, вы не можете использовать аргумент комет. В 1950 году голландский астроном Ян Орд предположил, что крупная сферическая оболочка из комет существовала на дальних границах нашей Солнечной системы. Он сказал, что это облако Орда находится на расстоянии 50 астрономических единиц. Но есть проблема. Никто не видел облачность Орда. Орд не видел облачность Орда. Это воображение. Вообще-то было доказано, что облачность не существует. По этому поводу была опубликована целая статья. Облачности Орда не существует. Но Матсон на интернете сказал, извините, но если вы хотите использовать этот аргумент, то вам придется доказать, что облачность Орда не существует. Извините, но как доказать несуществование чего-то? С чего начинать? Но я скажу, что если он хочет за мои налоги учить детей, что Земле миллиарды лет, то он должен доказать, что облачность существует. Доказать должен он, а не я. У нас есть кометы. Это факт. Они долго не живут. Это факт. Библия говорит, что Земле шесть тысяч лет. Это тоже факт. И все соответствует друг другу. Это тоже факт. Все остальное – это воображение. В Библии написано «Слава твоя простирается превыше небес». В Псалмах написано «Когда взираю я на небеса твои». Заметьте, что здесь написано «Когда», не «Если». Когда-нибудь выключите телевизор, видеомагнитофон, плеер, и выйдите и посмотрите на небеса. Посмотрите на то, что сделал Бог, вместо того, что сделал человек. Псалмопевец сказал «В мыслях моих возгорелся огонь». Это значит, что он размышлял. Мы проводим все наше время развлекаясь, но нам необходимо остановиться и поразмышлять. Нам нужно развлекаться, не развлекаться, а потратить время и поразмышлять. В мыслях моих возгорелся огонь. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Псалмопевец размышлял «А что делаем мы?» Развлекаемся. Есть целые парки, где можно развлекаться, но в Библии написано другое. В псалмах говорится «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его?» Можно узнать человека, взирающего на небеса. Ему все равно, что сделал человек. Это его не впечатляет. Родители, вам это может не понравиться, но некоторые из вас должны посмотреть в комнату своих детей. Если их стены увешаны плакатами атлетов, вещей, которые сделал человек, их не учат взирать на небеса. Их учат взирать на человеческое. У них неправильная перспектива жизни. Не имеет значения, кто попал в кольцо или забил гол. Это не имеет значения. Но важно то, что сделал и делает Бог. Что есть человек, что ты помнишь его? Библия говорит «Побеседуй с землею и наставить тебя». Все же, сколько лет земле? Вокруг земли находится магнитное поле. Но магнитное поле слабеет. Земля теряет магнитную силу. Это, конечно, значит, что земле нет миллиардов лет. Земле не больше 25 тысяч лет по магнитным законам. И что датирование углеродом не работает больше, чем на несколько тысяч лет. Мы говорим об этом на кассете номер 7. Некоторые люди говорят, что существуют магнитные противоположности. Извините, магнитных противоположностей на земной коре нет. Что случилось, так это 20 лет назад определили, что на океанском дне есть места слабого и сильного магнетизма. На графе это выглядит как синусоидальная волна. Кто-то прямо на середине провел линию и сказал, что все под линией противоположно. Большая ошибка. Вот где проходит настоящая линия. Магнитных противоположностей не существует. На земле нет места, где бы компас вместо севера показал на юг. Это места сильного и слабого магнетизма, но не противоположностей. Мы говорим об этом на кассете номер 6. Теория Хованда. Еще несколько фактов. Земля вращается. Мы вращаемся вокруг оси. Кто уже знал об этом? Мы крутимся. Земля вращается со скоростью около 625 км в час на экваторе. Но скорость замедляется на 0,001 секунды каждый день. В этой статье говорится, что вы должны прибавить секунду к часам. День обычно используют как измерительную единицу, но день удлиняется на 0,001 секунды, так как вращение Земли замедляется. В 1992 году астрономический журнал объявил, что вращение Земли замедляется. Июнь будет на 1 секунду длиннее нормального. У нас будет высокосная секунда. Многие слышали про высокосный год, но не многие о высокосной секунде. Вы знали, что теперь у нас каждых полтора года есть высокосная секунда, так как Земля замедляется? Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. Земля крутится, но она замедляется. Это значит, что раньше Земля крутилась быстрее. Если Земле только 6000 лет, согласно Библии, тогда нет проблем. Земля крутилась быстрее во время Адама, они бы не заметили этого, у них не было часов. Но кто-то хочет, чтобы я поверил, что Земле миллиарды лет, тогда появляется проблема. Несколько миллионов лет назад Земля крутилась бы очень быстро. Дни были бы очень короткими. Ночь-день, ночь-день, ночь-день. Была бы ужасная центробежная сила, ветры были бы 8000 километров в час, благодаря эффекту Кориолоса. И вы думаете, что динозавры жили 200 миллионов лет назад? А я знаю, что с ними случилось. Их снесло. Нет, они не жили 200 миллионов лет назад. Извините, но это просто неправда. В пустыне Сахаре господствуют преобладающие ветры. Обычно они дуют в одну сторону. Но появляется проблема. Горячий ветер пустыни осушает деревья на краях пустыни, и они погибают. Это причиняет рост пустыни. Этот процесс называется опустыниванием. Пустыни растут. Сахара только 2080 километров с севера на юг. Подождите, она увеличивается на 6 километров каждый год. Недавно было объявлено, что Сахаре около 4000 лет, основываясь на обширном изучении роста пустыни. Но если Земле миллиарды лет, почему нет большей пустыни? Почему самой большой пустыни мира меньше 4000 лет? У меня есть... У меня есть...